Патриотический дух юных табляков растет с каждым днем. Укреплять его задачи из приоритетных. Интересная идея присваивать школам имена выдающихся земляков. Чтобы была табличка, уголок, библиотечку собирали, кабинетик собирали. И был у своей школы именно вот этот вот герой. Наставников для учеников никогда не бывает много. Крепкое рукопожатие, разговор по-мужски всегда нужен для будущих защитников Отечества. Поэтому появилась идея закрепить за каждой школой лидера руководителя военно-патриотической организации. И сделать это добровольно. Должен быть куратор. Просто куратор. Который присматривает, то ли они делают, не то ли они делают. Может что-то предложил бы. Именно взглядом мужским и осознанным с точки зрения человека, который прошел уже и вооруженные силы, и службу в системе правоохранительных органов. Вот поверьте мне, вот этот куратор, он бы дал неоценимый совет и пользу. Встреча и общение с ветеранами бесценны для каждого ученика. О событиях Великой Отечественной войны ребята узнают и на уроках мужества, через патриотические конкурсы. А еще посещают мемориал Табликов и Смертный полк. Таких экскурсий было уже более 400. Несмотря на погодные условия, несмотря на то, что мы учитывали все ограничительные мероприятия, 10 341 учащийся пришел к монументу и отдал дань памяти Табликам, героям Советского Союза и тем, чьи фотографии и имена размещены на стене памяти. В России есть чем и кем гордиться. Героическая история страны – это вечный источник для патриотического воспитания. Шамиль Гулиев, Михаил Куричко, Нобольское время.